Кто хочет стать предпринимателем? С этого вопроса началась встреча бизнес-омбудсмена Бориса Титова со студентами Владивостока. Положительный ответ на заданный вопрос дали лишь несколько человек. Сейчас очень мало в мире площадок, особенно в России, где предприниматель может найти себе качественного специалиста. То есть, моя миссия, я думаю, в том, чтобы создать такую платформу, не обязательно онлайн, то есть, чтобы люди находили друг друга. На встрече отвечал на вопросы и сам Борис Титов. Он поделился с молодым поколением собственным жизненным опытом, затронул довольно актуальную на сегодня тему самозанятости, а также рассказал, как чувствует себя бизнес в России после локдауна. Сегодня мы видим, что бизнес приходит в себя. Некоторые уже пришли в себя, некоторые уже никогда не придут в себя. Пока цифра эта небольшая. По нашим данным, приблизительно чуть больше 3% предпринимателей ушли с рынка. Но пока еще 30% чувствует себя под давлением. Диалог со студентами о судьбе предпринимательства в России также поддержали бизнесмен Дмитрий Алексеев, который отметил, что не стоит бояться рисков и ответственности, ректор экономического университета Татьяна Терентьева и краевой бизнес-омбудсмен Марина Шемилина. Она поделилась статистикой и рассказала, в каких ситуациях малый и средний бизнес искал защиту в 2020 году. Основная доля обращений, которое поступало в адресу полномочного, это были обращения, связанные с регионными ограничениями по видам деятельности. Это иногда происходили закрытия бизнеса не совсем обоснованно. Отметим, что бизнес-омбудсмен приехал в Приморье с рабочим визитом. Накануне он встречался с губернатором края, где уточнил, что его главная цель – посмотреть, как бизнес выставил в период эпидемии коронавируса, обсудить с предпринимателями дальнейшие шаги и меры поддержки. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.